Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о столетнем юбилее главной киностудии страны – «Мосфильма». У нас в студии известный актёр театра и кино Олег Шкловский и заслуженная артистка России Ольга Кабо. Ольга, Олег, приветствую вас. Сто лет «Мосфильму» в этом году, поэтому у нас сегодня очень предметный разговор. Когда вы первый раз оказались на этой киностудии? Вы помните? Это был 1985 год. Я только поступила в Авгик, в мастерскую Сергея Фёдоровича Бондарчука. Вам три года, что ли, было, когда мы поступили в Авгик? И Сергей Фёдорович в это время снимал Бориса Годунова. И в сентябре месяце, когда у нас только начались занятия, он всех своих студентов пригласил на съёмку, на съёмочную площадку на киностудии «Мосфильм». И мы как-то с особым трепетом, и мне кажется, даже на носочках проходили через «Мосфильмовскую проходную». Нас ввела ассистентка режиссёра. Говорит, тише, сейчас здесь съёмка, вы должны быть тише воды, ниже травы. И мы пришли в исторический уже, как для меня это исторический, первый павильон, где были декорации Бориса Годунова. И мы стояли за камерой, Юссов снимал, Сергей Фёдорович был в кадре. И это было, знаете, для меня такое ощущение, будто бы какой-то обряд посвящения в кино, творчество, профессию. А вы знаете, что сейчас на «Мосфильме» есть сквер имени Бондарчука? Да, конечно, я недавно была на киностудии, и мне было очень приятно, что поставили бюст Сергею Фёдоровичу. Потом я знаю, что в новом каком-то районе, Раменках, по-моему, около «Мосфильма» строятся новые жилые комплексы, и улицы называются именами наших замечательных деятелей культуры, искусства. Есть улица Данелия, есть улица Бондарчука, Ланового. И это, знаете, это очень отрадно, потому что Москва должна знать своих героев, и должна знать тех, кто подарил свою Москву, свои фильмы, свои ощущения. Потому что это фильмы, на которых, в общем, несколько поколений выросли. Ой, это как раз моя фотография была. На фотопробах. А это фотопробы, да? Да. Ведь раньше на «Мосфильме», прежде чем тебя утверждали, сначала были фотопробы, потом кинопробы. И вот вы знаете, если мне не изменяет память, это была фотопроба в картину Карена Георгиевича Шахназарова «Курьер». В общем, Карен Георгиевич меня не утвердил, но потом у нас были очень тёплые отношения, мы встречались и в Каннах, и на фестивалях. Вот, но «Мосфильм» — это, конечно, исполнение мечты. Я снялась где-то в 16 фильмах на «Мосфильме», и для меня, конечно, это встреча и с Игорем Таланкиным, и с Сергеем Сергеевичем Тарасовым, и с Аллой Суриковой. Я проходила пробы у Марлина Хуциева на Наталью Гончарову, у меня до сих пор остались фотографии этого времени. Олег, а вы свой первый визит помните на «Мосфильм»? Я не в том возрасте, чтобы уже помнить. Мама работала у меня в домах, где жили артисты, режиссёры, звукооператоры, операторы. Универмаг напротив был, и там были импортные вещи. Она была зам универмага, она одевалась всех актёров. Я попросился, что значит поработать. И она договорилась, и на следующий день меня привели почему-то в тон-студию. Там Махновский был. Он говорит, всё, отправляйся к Бундерчуку на бал. Война и мир идёт. И посмотри, хоть здесь с девчонками, там потанцуешь, и ты на роликах оператора. Тебе будет так интересно, значит. И я провёл до ночи там, и я наслаждался. Но я первый раз увидел такое. Первый раз. Бау! Вот этот вот. Он, конечно, снимался много дней. Обалденно. И как снимали. Я был очарован. Звукооператоры ходили, значит, обязательно в бабочка, обязательно в бабочка. А они так одевались классно. А вот, Оль, в ваше время тоже в бабочках ходили звукорежиссеры? Или уже это ушло? Ну, Сергей Фёдорович, когда был главой объединения «Время», там же у каждого метро, было своё кинообъединение. Вот у него называлось «Время». Он, конечно, сидел на мусс-фильме, одетый камильфо. Надо сказать, что Сергей Фёдорович и Ирина Константиновна, они всегда были очень хорошо и красиво одеты. И они очень много ездили за границу. И, конечно, когда они заходили в Авгик, то аромат парфюма Ирины Константиновны сразу разносился по всему институту. И мы понимали, что наши мастера пришли в мастерскую. Они пришли. И, вы знаете, Сергей Фёдорович, конечно, он нас вводил в этот мир кино очень красиво. Когда у нас были хорошо сыграны отрывки или какие-то экзамены, которые мы прошли достойно. Он нас приглашал к себе домой. И один раз мы пришли к Ирине Константиновне Сергею Фёдоровичу. И он тем особо отличившимся студентам разрешил поддержать своего Оскара, который он получил за «Войну и мир». Вот из таких вот мгновений и соткана любовь к искусству, любовь к профессии. Ваши первые кинопробы на мост-фильме у нас есть. Я даже представляю, что это за фильм. Давайте посмотрим. Ваши первые кинопробы на мост-фильме. Бетима. Оль, вы помните? Да, это кинопроба к фильму Николая Петровича Бурляева «Лермонтов». Я пробовалась на Вареньку Лопухину, возлюбленную Михаила Юрьевича Лермонтова, такая любовь, которая прошла через долгие-долгие годы, и вот как раз это фото пробок к этой роли, мы просто смотрели, цвет волос искали, но на эту роль уже была утверждена Галина Беляева, но она была в положении, ждала разрешения и рождения ребенка. И Николай Петрович на всякий случай искал актрису, которая бы могла сразу войти в кадр, если вдруг Галя не вышла бы на съемочную площадку. Ну, к счастью для Гали, она вышла на съемочную площадку, сыграла прекрасно эту роль, а для меня осталась вот эта проба, которую мне подарил Николай Петрович Бурляев, мы очень с ним подружились после вот этой первой встречи. Я потом снималась у Натальи Сергеевны Бондарчук в фильме «Юность Бэмби», и когда Сергей Федорович Бондарчук меня не отпускал на съемки, потому что во ВГИКе было запрещено сниматься в кино до третьего курса, то Наталья Сергеевна пошла и сказала, отец, она мне нужна, отдай девочку. Вот, так что у нас такая семейность какая-то была очень, вот именно вот с этой семьей я прям чувствовала, что я вот внутри этой семьи, и для меня это очень такие теплые воспоминания, потому что Николай Петрович, он, конечно, в меня очень поверил, и он сам подыграл мне на пробах. То есть вот спина актера, это был Николай Петрович Бурляев, он вытирал мне слезы, он мне подавал текст, и это было, знаете, так трогательно, и с такой отдачей, и еще за это платили деньги. А, значит, за фотопробы платили 25% ставки, за кинопробы платили 50% ставки, а за озвучание платили 75% ставки. А ставка-то какая была? Ну, ставка у кого как, ну вот сначала там было 7,50 в день, самое минимальное. 7 рублей 50 копеек. 7 рублей 50 копеек, потом 12 рублей, потом 16, ну и так далее, доходил до 56, это была самая высокая ставка, которую получали народные артисты, и они получали еще плюс 2 репетиции, репетиции, это 50, в общем, они получали 112 рублей в день, представляете? Да, это целая зарплата. Какие у нас были состоятельные артисты народные, да. Ну, я помню, что, как бы, я так очень много снималась, поэтому ставка, она росла от фильма к фильму, то есть актерский отдел очень следил за этим процессом. Вот, это проба к фильму Сергея Сергеевича Тарасова «Рыцарский замок», в котором я снялась. В общем, он меня ввел в такую романтическую тему, и долгое время меня все режиссеры видели такой романтической голубой героиней, потому что все лирические роли, все какие-то исторические роли играла я. И действительно, у меня их было много, но благодаря этим ролям я научилась скакать на лошади, в общем, стала членом Ассоциации каскадеров, потому что Сергей Федорович все время на уроках актерского мастерства говорил, что артист должен быть синтетическим, и на съемочной площадке у него не должно быть слова «нет». Поэтому у меня до сих пор на съемочной площадке слова «нет» не существует, ну и в театре тоже. Мне кажется, что так мало зависит от артистов, и так хочется вложить душу и все свои умения в ту роль, которую ты исполняешь. Поэтому, в общем, я экспериментировал и со шпагами, и с мечами, и с прыжками. Да, но на «Мосфильме» две с половиной тысячи фильмов было снято. Ну, продюсеры придумали такую викторину, я буду начинать фразу известную из культового кинофильма. А вы, если сможете, ее продолжите. Ну, она сможет. Подождите, я не могу сосредоточиться сразу. Ты прыгала откуда? Я не могу выдать информацию сразу, мне нужно время, чтобы осознать все. Я думающая артистка, да. Легким движением руки брюки превращаются. Брюки превращаются, брюки превращаются. Совершенно верно. Другой фильм. Все в Москву лезут. Как будто она резиновая. Будто она резиновая, Москва слезам не лезет. Не учите меня жить. Ну, это вы знаете. Не учите меня жить лучше. Ну. Лучше помогите материально. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Вот пылесос. Нам надо вдвоем. В паре будем работать. В кавчатской пленнице. Надо же память какая. Ну, и под конец. Я злой и страшный серый волк. Я в поросятах знаю толк. Так же тренерная удача. Да, да, да. Оттуда же сколько я зарезал. А сколько ты зарезал, да. Сколько душ каких-то там я загубил, да. Душ я загубил, да. Сколько душ невинных или чего-то, да. Леонов, да, да. Да, в общем, толк вы знаете, в общем, не только в «Поросятах», но и в кино, что вы доказали и своей работой, и своими вспоминалками сегодняшними чудесными. Как сегодня вы оцениваете киностудию «Мосфильм»? Киностудия стала очень красивая. Так. Она стала очень любимая, потому что хорошие хозяева ее привели в порядок, потому что в 90-е годы она была такая очень опустошенная, какая-то такая разбитая немножечко, очень несчастная. А сейчас все такое замечательное. Появился музей «Мосфильма». Для меня это очень приятно, потому что, ну вот, допустим, у меня есть что показать сыну. Мы с ним были неоднократно на студии, ему очень нравится смотреть и боевую технику, и смотреть вот эту вот инсталляцию фильма «Вий», когда летит ведьма. И, конечно, «Мосфильм», мне кажется, это сейчас вот не просто киностудия, где создаются фильмы, но это такой арт-объект, на который можно просто прийти москвичам и гостям столицы для того, чтобы, ну, просто прикоснуться к кинематографу. Потому что, мне кажется, нет такого человека в жизни, который бы не любил кино и который бы, ну, хоть раз не очутился где-то рядом с фильмами. Вот. И сейчас «Мосфильм» как раз он открыт для того, чтобы приоткрыть свои секреты для тех, кто хочет как-то немножечко узнать больше о кино. Детей нужно туда хводить. Какие декорации, какая там сказка, все, как все организовано, какая чистота. Каренчик, это ты, это же ты сейчас делал с ребятами. Ты собрал таких ребят действительно. Обалдеть. Ходишь, а это что? И все время появляется новая. Все время новизна. Это сказка. А мне очень отрадно, что моя дочь, ну, она не стала актрисой, но когда ей было 7 лет, она снималась в фильме Леонида Нечаева «Дюймовочка». И она как раз играла заглавную роль и попала на Мосфильм, потому что это тоже Мосфильмовская картина. И тоже в павильоне была построена сказочная атмосфера «Дюймовочки», где вот «Дюймовочка» была маленькая, все остальное было большое. И вот она попала в эту сказку. И когда уже она стала взрослее, я говорю, Тань, ну почему ты все-таки не стала актрисой? Она говорит, мама, ты знаешь, я вижу твой труд, я вижу, как ты не бываешь дома, как ты все время ждешь, ждешь, как ты расстраиваешься, когда что-то происходит не так. А для меня кино осталось сказкой. Я побывала «Дюймовочкой». Шикарно, шикарно. Огромное вам спасибо за рассказ о доме, который как сказка. Хорошо, что вспомнил Каренкович Шахназарова.